Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами молодой, талантливый пианист и композитор Иван Бессонов. Здравствуйте, Иван! Здравствуйте! Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге в семье музыкантов. В 6 лет Ваня начал заниматься игрой на фортепиано под руководством своего отца. Со временем музыкальный талант Ивана проявился не только в исполнении музыки, но и в ее сочинении. К 16 годам он создал целый ряд собственных произведений, в том числе саундтрек для документального фильма. Как талантливый и незаурядный пианист, Иван Бессонов не раз одерживал победы на музыкальных конкурсах. В 2018 году он стал первым российским исполнителем, взявшим главный приз на конкурсе «Евровидение» для молодых музыкантов. В Владивостоке вы уже не первый раз. С каким ощущением встречаетесь с нашей публикой? Это безумно приятно. Я все время с большим удовольствием приезжаю сюда и уезжаю с огромным количеством эмоций, впечатлений. Мне очень приятно здесь у вас выступать. Сейчас за кадром вы с нами поделились тем, что сегодняшний концерт был немного особенным для вас. Расскажите, почему? Потому что до этого концерта, даже если у меня были сольные концерты, то они были в более маленьких залах. То есть, например, на 500 человек, на 400. А вот на таком, можно сказать, уже тысячном зале у меня впервые сольные концерты. И на самом деле это очень необычное ощущение, когда понимаешь, что все эти люди пришли слушать тебя, что вот они ждут чего-то, готовы принять тебя, и ты выходишь и просто сливаешься с ними. Ну, это невозможно на самом деле передать. Но это очень необычное ощущение, очень захватывающее. Субтитры создавал DimaTorzok У вас есть опыт, многочисленный опыт участия в различных конкурсах, и телевизионных, и нетелевизионных. Но можно ли сказать, что Евровидение, в котором вы победили в августе 2018 года, стало неким особенным рубежом? Да, в каком-то смысле да, именно в плане каких-то новых концертов, в плане приглашений. Просто повысился статус в какой-то мере. Но это не значит, что я как-то начал из-за того, что там победил, как-то по-другому играть, как-то хуже или лучше. Я просто продолжаюсь учиться, продолжаю совершенствоваться. Это будет продолжаться всю жизнь, и это абсолютно нормально. Когда вы победили на Евровидении, многие стали говорить о том, что это историческое событие, об этой телеграмме, которую вас поздравил президент, и так далее. А скажите, какой подарок вы сами себе сделали после того, как выиграли? Я пошел спать. Наверное, это был самый лучший подарок от меня самого себе. Ну, второй подарок, наверное, я поднял себя с постели на следующее утро и сказал, так, надо идти заниматься. Это, наверное, был подарок номер два. А дальше я уже не помню, какие для себя подарки придумал. Вы находитесь в постоянном предвкушении некого очередного соревновательного момента в вашей жизни? Или вы на какое-то время отложили эту историю? Я на самом деле очень надеюсь, что или у меня уже больше не будет конкурсов в моей жизни, либо они будут в единичном каком-то количестве, потому что на самом деле слово «конкурс» в музыке, в искусстве, оно для меня немного странно. То есть, понятно, в спорте кто-то может прибежать первый, кто-то может прыгнуть выше, кто-то может нырнуть глубже. Здесь же все настолько разное, настолько видоизменяется ежесекундно, что сложно что-то сказать, когда действительно жюри должно принять какое-то решение, когда абсолютно все участники талантливы, выходят, показывают саму суть музыки, искусства, то действительно я иногда их понимаю, что это очень сложное решение. Но такова жизнь конкурса, именно конкурса, соревнования. Слушайте, ну я думаю, по крайней мере в России от вас ждут, наверное, еще как минимум участие в конкурсе Чайковского. Да, очень ждут. Ну, я думаю, что, скорее всего, в этом году, ну, точнее, в 2019 году я вряд ли пойду. Все-таки я считаю, что конкурс Чайковского – это серьезный конкурс. Безусловно. Что туда уже идут музыканты зрелые, а мне пока только 16. Я считаю, что надо сначала научиться играть. Может быть, техника у всех может быть хорошая, кто-то может виртуозно все играть. Но вот именно играть музыку невозможно просто в каком-то возрасте еще это понять. Ваня, у вас уже есть определенный опыт и свой путь к достижению успеха. Их может быть множество, да, уже какие-то достигнуты, какие-то еще впереди. А вот кроме очевидного требования, что у музыканта должен быть талант, какие еще слагаемые, вот по вашим ощущениям, нужны для того, чтобы этот желанный успех, он все-таки приходил? Безусловно, очень талантливые родители. Это раз. Без их поддержки, без их помощи, мне кажется, ничего получиться абсолютно не может. Во-вторых, лично мое мнение, я считаю, что абсолютно все нормальные дети, они все способны стать хорошими музыкантами. Просто главное, чтобы они попали в среду, чтобы они там начали как-то развиваться. И рано или поздно все равно в какой-то мере это у них все проявится. Мне кажется, что нету каких-то таких исключений прямо. Это лично мое мнение. Многие сейчас со мной не согласятся, я знаю. Кстати, затронули тему вашей семьи. Семья у вас прекрасная, талантливая, очень музыкальная. Очень много есть выступлений ваших совместных с младшими братьями. Сейчас вы также активно выступаете как трио или с тем, что вы все-таки активно развиваете сольную карьеру? Может быть, как-то... Нет, мы очень активно выступаем вместе. У нас 14 декабря в Сочи в Зимнем театре был сольный концерт. Там я играл первое отделение, и во втором мы играли уже все вместе. Как бы мы постоянно помогаем друг другу на конкурсе «Щелкунчик», где Даня занял серебряного «Щелкунчика», я ему тоже помогал. Ну, как бы... Нет, это абсолютно нормально. Мы постоянно играем вместе, постоянно придумываем какие-то новые номера, сочиняем любят от друга. Даня занял серебряного «Щелкунчика» Ну, из того, что я видела, вот ваши номера втроем, они не всегда в рамках классической музыки, да? Ваше сольное выступление чаще это в рамках классики. Здесь для вас нет определенной стратегии. Вы готовы в разных направлениях продолжать пробовать себя? Нет, ну, безусловно, для меня классическая музыка всегда будет стоять на первом месте. Но также я очень надеюсь, что я буду развиваться и в какую-то, может быть, джазовую сторону. Естественно, я буду всю жизнь свою сочинять, хоть мне и мало это удается, но меня безумно это захватывает и очень нравится. Но сейчас, естественно, я буду развиваться в классической больше среде. Музыкант, берясь за очередное произведение, вступает с ним в диалог. И с произведением, и с самим автором. Ну, как это происходит у вас? Как этому прийти? Пытаюсь, во-первых, послушать много других исполнений, другие разные интерпретации великих мастеров. Потом я пытаюсь, наверное, узнать или в этот период жизни, что было у композитора, или в принципе, к чему он был склонен. Может быть, ему нравились какие-то писатели, может быть, он любил какую-то музыку, я слушаю это, читаю. Пытаюсь просто проникнуться тем, в какой атмосфере он все это сочинял. И потом уже из всех этих кусочков пазл начинаешь уже формировать что-то свое, вносить туда что-то свое. Ну, естественно, надо заниматься этим и технически, учить это все, прорабатывать. И рано или поздно уже надо выходить на сцену и играть. Мне кажется, тут ничего сложного-то придумать нельзя. А как на сегодняшний день складывается ваш репертуар? Кто инициирует появление тех или иных произведений? Это я. Я никогда не учил произведения, которые мне не нравятся. У меня были иногда такие случаи, что мне заказывали что-то выучить. Я это слушал, мне это совсем не нравилось. Однако потом мне это начинало нравиться, и я это уже начинал учить. Но пока оно мне не нравилось, то я бы учил так. Типа, уберите от меня это, я не хочу на это смотреть. Ну, хотя, знаете, думаю, что в любой музыке рано или поздно для себя можно что-то найти. Совсем недавно я слушал четвертый концерт Артмайнова. И сначала я вообще ничего не понял. Что это за музыка, для чего она. Что-то странное, это вообще Рахмайнов. Послушал два раза, три раза, послушал семь раз и понял, что это самая прекрасная музыка в мире. Мне кажется, что классическая музыка отличается от другой музыки тем, что именно в нее надо вдумываться. Ее надо читать как книгу. Если ты прочитал просто так, то, в принципе, ну, может быть, ты научился быстро читать, да, это хорошо, но в тебе ничего не осталось и смысла большого в том, что ты прочитал, нет. А если ты сидишь и разбираешь буквально каждую мелодию, каждую гармонию, то это напоминает такой водоворот, куда тебя затаскивает уже, и ты оттуда особо не можешь выплыть. Ну, я не знаю, наверное, не совсем удачное сравнение, но я надеюсь, что вы меня поняли. Субтитры сделал DimaTorzok А есть какие-то произведения или, может быть, авторы, к которым вы осознанно пока не подступаетесь, потому что чувствуете, что рано? Ну, пока что я не подступаюсь к Брамсу. Считаю, что все-таки его надо в более зрелом возрасте играть. Пока что не особо подступаюсь к Скрябину, к более современным таким композиторам. Но, однако, я больше как-то склонен к XIX веку, к началу XX, к Рахманинова, Прыковьеву, к тем композиторам. Денис Мацуев, которого вы очень хорошо знаете, сказал как-то в интервью, что без Рахманинова мы, пианисты, были бы сиротами. О чем идет речь? О том, что его наследие – это огромный подарок тем, кто играет и проживает жизнь пианиста. А вот для вас какие имена на сегодняшний день? Я понимаю, что все это очень меняется, особенно важны в музыке. Не, ну, безусловно, это Рахманинов. Мне особенно близок он тем, что он отличается от других композиторов какой-то своей простотой. Конечно, она не сразу может чувствоваться при первом прослушивании, но когда ты начинаешь это все разбирать, то ты понимаешь, насколько это просто и насколько это наивно и детско. И вот эта наивность, она очень как-то подкупает, особенно в современном мире, когда ее очень не хватает на самом деле. И ты можешь… Ну, не ты, в смысле я. Я могу сидеть и какую-нибудь прелюдию Рахманинова играть по несколько десятков раз, и мне это не надоест, потому что я буду постоянно, вот, вроде бы, довольно простой гармонии, фактуре, мелодии, открывать для себя что-то новое, новое, как ты плывешь на корабле, перед тобой горизонт моря, тебе кажется, что вроде бы ничего-то и нету, а когда ты плывешь дальше, видишь, что здесь вроде бы вот рыбка мелькнула, здесь вроде бы вот что-то блестит такое интересное. Вот потом, безусловно, Моцарт, Чайковский, бах. А вот ваша гастрольная жизнь, которая так активизировалась, да, в последнее время, она как-то вносит свои коррективы вот в ваш привычный режим, ведь вы должны и заниматься, да, вы сочиняете, занимаетесь композицией, то есть это стало все сложнее или как-то все само собой органично все-таки переплетается? Ну, на самом деле нет, если бы само собой. Конечно, то, что прибавились концерты, это очень приятно и это очень важно, но иногда просто осознаешь, что даже времени нету сесть дома и медленно, думчиво все это дело понять еще раз, обдумать. Иногда у меня просто, точнее, иногда у меня последнее время вообще нету дня, чтобы у меня что-нибудь не было. То есть вот на самом деле, я помню, у меня был один день совершенно пустой, и то на меня там что-то еще хотелось навалиться. Я сказал, нет, отстаньте от меня все, и я весь день дома сидел, часов девять просто все, медленно по полочкам раскладывал, счищал пыль. Вот, и на самом деле это очень важно. Естественно, это все изматывает, даже перелеты. Конечно, когда ты выходишь на сцену, то это тебя, естественно, заряжает. Но вот эти перерывы между выходами, а если этих выходов много, конечно, эта усталость очень чувствуется. Поэтому надо постоянно искать время для отдыха. Это очень важно. И попросите у Деда Мороза внеплановое выходное, видимо, в этом году. Боюсь, что нет, потому что 1 января у меня в Большом зале филармонии Питерской сольный концерт. В первом отделении я буду сольный играть, во втором с оркестра. Поэтому у меня будет веселый Новый год. Ну да, конечно, от таких предложений не отказывается. Желаю вам, чтобы, тем не менее, какие-то выходные у вас появлялись. И почаще. Спасибо. Это самое лучшее пожелание. Так вот, о вашей композиторской деятельности. Я слышала, как вы исполняли свои произведения. По-моему, такие очень кинематографичные, если можно так выразиться. Нашлись ли желающие использовать их вот таким образом? Один раз у меня был опыт использования моей музыки в кино. Виктор Косаковский, документалист, связался с нами, попросил разрешения использовать музыку в своем фильме. Ну, естественно, мы согласились. Я ничего специально не писал. Оно как бы уже лежало в интернете, то, что он использовал. Но это было очень новое. И я, на самом деле, надеюсь, что в будущем у меня этот опыт еще раз повторится. У меня очень близко искусство кино и как бы все, что в нем происходит. Поэтому я ваш. Ловите меня, режиссеры. Я готов работать. Ловите меня, режиссеры. А вот эмоциональный заряд, с которым вы выходите после выступления, это всегда напряжение примерно одинакового рода или зависит, допустим, от того, что вы исполняли? Конечно, если произведение более спокойное, то и выходишь более спокойным. Если ты там играешь что-нибудь такое, когда рояль просто стоит и качается, и скрипит. Ну, слушайте, у вас сегодня была очень лиричная, сентиментальная часть, а потом такие эмоциональные бесы. Какие эмоции у вас сегодня преобладали? Знаете, на каждое произведение настраиваешься по-особенному. Конечно, когда в конце уже идут бесы, то немножечко перестаешь соображать, начинаешь уже так съезжать немножко со стула. Мы с папой сейчас обсудили немножко, папа говорит, что да, меня на мясах уже заносит, что я не совсем себя контролирую. Вот этому тоже надо учиться, это очень важно, вот именно какому-то самоконтролю, даже какой-то такой японской медитации. Да, я только хотела сказать, вы прям как настоящий самураев, знаете, сейчас так рассуждаете. Да, ну так это часть нашей профессии, именно исполнительской. В завершении нашего разговора, скоро Новый год, расскажите, у вас есть какие-нибудь любимые семейные ритуалы или ваши личные, которые вам нравится соблюдать, готовясь к Новому году или празднуя его? Самый любимый семейный ритуал начинать заниматься в полодиннадцатого утра до одиннадцати вечера. Ну, это самый любимый, конечно. Ну, конечно, мы, я очень надеюсь, что мы все пойдем покатаемся на коньках. Очень мне нравится, мы в прошлом году, в прошлую зиму очень много ходили, катались, хочется это повторить. Ну, естественно, слепим что-нибудь такое страшненькое, развлекаемся как можем, ничего особенного, никаких фейверков в квартире с участием злых соседей, конечно, устраивать не будем. Ну, естественно, Новый год обещает быть очень веселым и хорошим. Я очень надеюсь, что зрители с 1 января уйдут очень довольные. Спасибо, что были сегодня с нами и на концерте, и в нашей сегодняшней беседе. Успехов вам! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!